как люди рождаются талантливыми лето кармической лотере люди становятся талантливыми потому что они стремятся к духовно стремятся к эстетическому порыву человек имеет такой эстетический порыв как он у меня происходил мне безумно нравилось слушать классическую музыку в детстве мне безумно нравилось живопись это врожденное качество которое мы уже обретаем со своего рождения и вы знаете для меня в свое время было невероятным переживанием это посещение академических музеев это посещение допустим эрмитажа еще в детстве когда вот мы вместе с группой детей приезжали это художественных галерей в москве такие были прямо у меня шокирующие внутренние переживания особенно от картин репина знаете прямо внутренние до сих пор являюсь поклонником были такие книги которые очень повлияли на меня наверно на мое восприятие жизни их много на самом деле были это в зрелые годы это был конечно достоевский это униженный оскорбленный идиот более в молодые годы мне очень нравилось нравится бугаков агеев было фантастику я любил читать мне нравилось мечтать знаете это все как бы вдохновляло сейчас зрелые годы мне нравятся стихи становлюсь более старым наверное становлюсь более лирическим таким человеком это все в дальнейшем создает у человека это же как библиотека или как накопление у человека накапливается информация он читает много стихов появляется у него потом нравится это ему появляется потом обратный эффект то есть начитались много стихов получаете теперь они из вас будут выходить начитались много насмотрелись там или там начитались много плохой информации теперь эта информация из вас будет выходить мы таким образом устроена у нас постоянно запоминающие устройство она реагирует на перемена запоминающие перемена раздражается в просекается или просачивается там формируются наши идеи и они между собой объединяются там синаптические какие-то связи и после этого создают вот эти образы именно поэтому человек считает что смотреть тик ток это безопасно для него нет человек смотрит тик ток если информации в тик токе много негативной то утром плохое настроение претензии к окружающему миру и в общем-то плохое самочувствие если человек на ночь слушает там прекрасную музыку и она ему нравится она ли лирическая заставляет фантазировать мечтать о чем-то хорошем если он в хорошем настроении там погладил жену или мужа там поцеловал своих детей знаете там я не знаю там почитал даже интересную книгу можно даже там какую-нибудь на философскую тему то после этого и сны снятся хорошие и утром хорошее настроение и жизнь прекрасная нужно в наше время во времена тотального отсутствия цензуры в информационном пространстве нашего мира также тотального влияния на людей через определенные системы зомбирования называют системами не не прямого внушения которые очень часто являются прямо угнетающими психику людей уменьшающий иммунитет человека и так далее нужно обязательно для себя создавать определенные защиты и они заключаются в том чтобы тотально контролировать и отставлять от себя вот такую информацию именно поэтому я стараюсь не смотреть политиков обсуждения политика обсуждения звезд стараюсь не смотреть на женщин которые уродуют свое лицо свое тело стараюсь получать информацию больше такого наверно развлекательного характера допустим это не пошлую то есть я стараюсь не смотри там уральских пельменей девятый квартал я смотрю путешествия я смотрю там эти журналы с животными мне нравятся какие-нибудь там обсуждения там и индии и так далее научно-популярные документальные фильмы вот такие из фильмов стараюсь выбирать фильмы которые связаны либо фантастические либо либо комедийные вот так скучно ли мне от этого нет не скучно все порядке при этом появляется хорошее настроение становишься спокойным периодически занимаюсь медитациями там по 30-40 час минут можно ли дома держать искусственные деньги лучше